Здравствуйте! Вы на моем рукодельном канале. С вами Любовь. Сегодня опять джинсовые переделки. Люблю работать с джинсами. Это прекрасный материал для вторичного использования. Самое интересное, что использовать можно практически все, вплоть до ниток. На женских джинсах часто встречаются карманы небольшого размера. Пришивать их на сумке я считаю непрактичным. Особо в них ничего не положишь, если только какие-то мелочи. А вот в качестве декора они смотрятся замечательно. Сегодня буду шить универсальную корзину для хранения. У меня будет большого размера. Несмотря на свои размеры, корзина хорошо держит форму. Подкладка закреплена и поправлять ее каждый раз не придется. И немаловажный момент. Такую корзину можно стирать в стиральной машине. Хранить в ней можно все, что угодно, от мелочей и заканчивая грязным бельем. На моем канале уже есть видео по пошиву органайзеров для хранения. Кто любит организовывать пространство, заходите, смотрите. Ссылку оставлю. Карманов у меня собралось много. Отрезаю я их обычно с небольшим количеством ткани. А потом смотрю по обстоятельствам, как поступить дальше. Пригодятся и пояса от джинсов. Кстати, покажу как их выровнять и использовать в качестве обтачки. Еще для основы взяла шорты. Шорты я распорола по среднему шву. Взяла одну половинку и буду добавлять карманы, чтобы получилось полотно для пошива. Правил никаких нет. Все зависит от вашей фантазии. Если получается открытый срез, его можно закрыть шлевкой от пояса. Хочу, чтобы полотно было максимально заполнено. Поэтому буду добавлять мелкие элементы. Собрала три заготовки. Некоторые карманы оставила с доступом вовнутрь. Некоторые зашила. По краям заготовок оставила припуск для стачивания, чтобы на нем не было металлических элементов. Все свободное место заполняла мелким декором. В некоторых местах добавляла декоративную строчку. Нитки использовала тоже вторичные. Когда джинсы распарываю, длинные нитки собираю. Намотала на шпульку для удобства и использовала для отстрочек. Возле хольнитена в строчку прокладывала при помощи лапки для вшивания молнии. С обратной стороны заготовки проклеила флизелином. За счет разности заготовки по толщине флизелин приклеился не очень качественно. Но форму заготовка держит. Хотелось бы укрепить получше. Но я это сделаю за счет подкладки. Не хочу менять внешний вид заготовок. Соединяю все заготовки по боковым срезам. Строчку буду прокладывать всю той же лапкой. Соединила в одну полосу. Припуск сделала около 1 см. Размечаю место для пришивания ручек. Длина в сложенном виде 60 см. Оставляю 1 см на припуск. Ширина заготовки 24 см. Нахожу середину и в каждую сторону откладываю по 6 см. Также размечаю с другой стороны заготовки. Подготовила ручки. Взяла репсовую ленту шириной 2,5 см. Выкраила из джинса полоску шириной 3,5 см. Заутюжила с двух сторон припуски по 0,5 см. Внутрь вставила синтепон. По краям проложила прямые строчки, а посередине декоративную. Нитки использовала тоже от распарывания джинса. Длина ручек у меня 35 см. Беру ручку, поворачиваю лицом вниз и прикладываю к намеченным точкам. Фиксирую зажимами. С другой стороны все так же. К верхнему краю заготовки буду пришивать обтачку. Ее я сделала из пояса джинсов. Прикладываю лицом вниз к основной детали и фиксирую зажимами. Срочку буду прокладывать вот по этой линии. Хочу показать, как я подготавливаю пояс от джинсов к пошиву. Часто пояса на джинсах, особенно женских, скроены по косой в форме полукруга. Вот эти кусочки это остаток от этого пояса. Если выровнять по короткой стороне, вторая идет волной. В таком виде использовать его не получится. Растягиваю пояс так, чтобы выровнялась вторая сторона. И в таком виде хорошо проутюживаю с паром. После этого пояс стал однозначно ровнее. Но в таком виде его еще пришивать нельзя. Дальше по короткой стороне я прокладываю мелкую строчку. При этом я тоже растягиваю ткань до нужного размера, чтобы второй край выровнялся. Затем еще раз утюж. Вырезаю полоску клеевого флизелина нужной ширины. И проклеиваю пояс посередине, оставляя припуски для стачивания. В итоге получается довольно ровная обтачка, которую я использую при пошиве сумок. В изделии она смотрится замечательно. Решила с вами поделиться. Может кому-то понравится мой способ. Рисунок на обтачке решила поставить по центру. Припуски отогнула на сторону обтачки и по лицевой стороне проложила строчку нитками в тон ткани. Заготовку соединила в кольцо. При стачивании совместила швы обтачки на обоих сторонах. Замеряю длину заготовки. 59 см умножаю на 2, это 118 см. На эту длину нужно рассчитать диаметр круга для дна корзины. Для дна из кусочков джинса собрала лоскутную заготовку. Припуски на швах заутюжила в одну сторону и проложила отделочную строчку. Собрала сэндвич для стежки. Внизу техническая ткань. Потом изолон толщиной 0,5 см. И сверху лоскутная заготовка. Все три слоя простегала вместе прерывистым зигзагом. Нашла центр заготовки и от него отложила по всему кругу 19,5 см. Диаметр круга получился 39 см. Как рассчитать диаметр дна? Нужно длину заготовки, в моем случае 118 см, разделить на число Пи, которое мы знаем равно 3,14 см. Получается 38 см. Делю пополам. Получился радиус 19 см. Плюс 0,5 см на припуске. Соединила все точки плавной линии. По линии проложила строчку зигзаг, чтобы соединить все слои по контуру, и вырезала как можно ближе к строчке. Получилась объемная заготовка для дна, которая хорошо держит форму. Прохожу по краю горячим утюгом на ширину припуска. Изолон не держит температуру и сразу теряет форму. Весь объем ушел. Припуски стали тонкими, работать будет удобно. Делю дно на 4 части. Боковую часть тоже делю на 4 части. Ставлю зажимы. Выворачиваю деталь наизнанку. Беру дно. Складываю лицом к лицу и соединяю контрольные точки. Добавляю промежуточные зажимы и прокладываю строчку по кругу. Проложила соединительную строчку. Припуск 0,5 см. Выворачиваю изделие. Выправляю шов. Осталось проутюжить с паром. Теперь подкладка. Для нее буду использовать хлопчатобумажную ткань. Для дна простегала заготовку и вырезала круг диаметром 38 см. Он на 1 см меньше дна для основной детали. Это для лучшей посадки подкладки, чтобы она не собиралась внутри изделия. Припуски на заготовки тоже проутюжила горячим утюгом. Эту заготовку простегала квадратами. Строчку использовала прерывистый зигзаг. Боковая часть подкладки будет комбинированная. Вверху обтачка из джинсового пояса. Для второй части собрала сэндвич для стежки. Внизу техническая ткань. Потом синтепон. У меня соточка. И вверх хлопчатобумажная ткань. Все слои скрепила булавками и буду стегать. Заготовку простегала и вырезала полосу нужного размера. Сегодня все стегаю зигзагом. Мне кажется, чем больше площадь стежки, тем заготовка будет лучше держать форму. Для меня это важно, потому что изделие большого размера. Ширина заготовки 23 см. Это меньше основной детали на 1 см. И длина 116 см. Это потому, что уменьшила диаметр дна подкладки. Соединяю две детали вместе. Проложила соединительную строчку. Припуски отогнула на сторону обтачки. И с лицевой стороны проложила отделочную строчку. На обтачку пришила лейбочку. Соединила боковой шов. Припуски разложила в разные стороны. Закрепила их строчкой. Шила дно так же, как и в основной детали. Подкладка готова. Она хорошо держит форму. Смотрится симпатично. Шов стачивания проутюжила с паром с этой стороны. Со стороны дна утюжить нельзя. Там изолон. Выворачиваю на изнаночную сторону. И по кругу делаю небольшие надрезы. Не доходя до строчки. Кладу дном кверху. Беру подкладку. Помним, что диаметр подкладки на 1 см меньше. Соединяю срезы и фиксирую зажимами. Прямо вот так через край большими стежками соединяю срезы. Затягивать сильно не надо. Это для того, чтобы зафиксировать подкладку с основным изделием. Не люблю, когда она выпадает и каждый раз приходится заправлять ее на место. Вставляю подкладку внутрь изделия. Выправляю шов. Выравниваю верхние срезы. Можно просто подвижнуть припуски. Закрепить зажимами. И соединить строчкой. Я хочу, чтобы обтачка была объемная. Поэтому вставлю полоску поролона. Обтачка у меня шириной 4 см. Поролон вырезала шириной 3 см. Потому что с нижней стороны припуски основной детали обтачки заложены на сторону обтачки и занимают часть места. Огибаю припуском поролон. Соединяю с обтачкой подкладки. Фиксирую зажимами. Соединяю строчкой как можно ближе к краю. Проложила отделочную строчку по верхнему и нижнему краю обтачки контрастной нитью. Посередине прошла декоративной строчкой. Использовала коричневую нить в цвет вышивки на обтачке. Корзина готова. Ее размер в готовом виде. Диаметр 38 см. Высота 26 см. Результатом я довольна. Корзина выглядит необычно. Такой точно нигде не купишь. Мой муж шутит. Говорит, целое ведро получилось. Не обязательно повторять мои размеры. Шить нужно по своим. У каждого свои потребности. Поэтому мы и шьем, чтобы угодить себе любимой. Я показала идею, как можно с пользой пристроить карманы от джинсов. Видела, девочки шьют такие сумки. Скажу честно, к сумке я не готова. А вот органайзер смотрится стильно и современно. Просто сплошная креативность. Пишите мне в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Все ваши комментарии я вижу, читаю и обязательно отвечаю. А я на этом с вами прощаюсь. До встречи в новых видео.